Здравствуйте, друзья! Сегодняшний обзор посвящен еще одной самой популярной модели ленточных твиттеров от Fountech Electronics. Это модель Neo CD 3.5H. Вот как выглядит динамик. Оставляется в такой коробке. Она не идеально надежна для транспортировки, поэтому, в принципе, ее хорошо бы паковать как-то иначе еще. Вот твиттер. Динамик имеет квадратное прямоугольное сечение, рупор, глубокую установку. В этой части находится трансформатор. Магниты находятся по бокам ленты, где-то вот в этой области. Давайте посмотрим параметры этих динамиков на сайте производителя. Сайт производителя Fountech.net. В разделе Twitters вы можете найти все твиттеры, выпускаемые в данный момент. Я выбираю модель Neo CD 3.5H, Ribbon Twitter. И что мы видим? Мы видим, что твиттеры имеют неодимовый магнит, трехдюймовую диаграмму, диафрагму и высокую чувствительность, импеданс-конвертор, это имеется в виду трансформатор, низкие искажения, быстрый ватрик. Из параметров, ну, сначала внешний вид. Вот. И вот магнит, видим, сзади. Трансформатор. По параметрам 95,5 дБ на метр на 2,83 Вольта. Мощность 12 Ватт номинальной, 25 Ватт максимальной. Диапазон частот от 1100 Гц до 30 000. Номинальный эпиданс 7 Ом. Сопротивление постоянному току 0,02 Ома. Размеры ленты 9 мм. Ширина ленты 60 на 0,0015 мм. Эффективная площадь ленты 360 квадратных миллиметров. Вес ленты 30 мг. Индукция в зазоре 0,5 Теслы. Размер зазора 4 мм. Частотная рекомендуемая частота раздела 2 кГц и 500 Гц. И фильтр рекомендован третьего порядка. Вес твиттера 520 грамм. Вот его АЧХ на оси 15, 30 и 45 градусов. 45 градусов выглядит с завалом некоторым. Но остальные выглядят очень и очень линейно. Вплоть до 40 кГц. Размеры указаны, приведены. Вот вы видите, 101 в глубину занимает. Динамик по фронту 98 и 110 мм. Сложные формы. Рупорочек. Но эти рупорочки, я вам скажу, в том числе, люди иногда делают самостоятельно. Заглушают имеющиеся. Делают свои. Отливают из металла. Я покажу. Рупорочки съемные. Сейчас я попробую показать вам, как они снимаются. Здесь нужна отвертка с торксом фигурной формы шлицы. Увидите, как в которую я крепят. Вот мы развинтили и снимаем. Перед нами твиттер. Мягкая гуттаперчевая прокладочка, к которой прижимается, собственно, рупор. Также выпускаются плоские фланцы для модели Neo CD 3.5M из металла. Можно заказать с такими фланцами. Но с рупором эта модель имеет оптимальные параметры, указанные на сайте производителя. Поставлю на место. Кстати, о рупорах. Некоторые люди переделывают их. Я слышал обвинения, что рупор звенит. Он выполнен из пластика на самом деле. И, в принципе, теоретически мог бы звенеть. Но, во-первых, он четырьмя крепежными элементами, саморезами, шурупами, винтами, крепится к прочному корпусу колонки, что его глушит. Но, тем не менее, если вы сомневаетесь в том, что он недостаточно заглушен, можно обмазать его каким-то демпфирующим материалом, какими-то смолами и так далее. Задняя часть его не видна. Однако некоторые люди идут дальше и возготавливают сами эти рупора из металла, например. Вот покрашенный, покрытый сусальным золотом, например, на рупор для такого динамика. Вот их пара. Вот они в колонках из мрамора. Оно смотрится, по-моему, как цыганщина какая-то, но то, что оно выполняет роль, глушит, по крайней мере, излучение, это факт. Вот отливают из бронзы, и получается совершенно заглушенный дизайн, и не столь броский, как покрытый золотом. Вот они отлиты, эти заготовки. Вот эта фотка, вот другая, ну, таким вот образом получается. Ну, и красиво с одной стороны, и надежно задемпфировано. Нам известно, много конструкций, которые люди собирали с такими динамиками. Вот, например, колонка из мрамора с динамиком низкочастотным 8 дюймов, из шпона, и этот неосиди 3,5 стоит. Ну, красиво, здорово. Вот неплохой дизайн акустической системы по схеме Деполита с неосиди 3,5 в середине композиция. Ничего, такие приличные колонки получились. Это кроссовер от них. Человек переводит размеры. В интернете много подобных конструкций, этих динамиков. Я не буду вас утомлять, я просто приведу некоторые, которые так прям... так и просятся. Вот, на солидных достаточно динамиках. Тоже с применением неосиди 3,5. Для более детального представления о работе этого твитера, нам необходимо просто померить его импеданс. По кривой импеданса можно судить о возможностях динамика, о режимах его работы и так далее. Я подключил клеммы от коробочки, от звуковой карты, соединенной с программой Low Speaker Lab и сейчас буду мерить импеданс. Вот получилась такая кривая, с которой предстоит работать. Вы можете видеть, что сопротивление немного не доходя 7 Ом в рабочем диапазоне частот, а резонанс в пределах 450 Гц находится. Ниже кривая спускается и на постоянном токе сотые доли Ома, поэтому включать их можно исключительно через конденсатор. Кстати, давайте включим и попробуем послушать эти колонки. Секунду на перекоммутацию. Вот я подключил через коробочку коммутационную, в ней конденсатор 10 микрофарад, сигнал подал от внешнего усилителя низких частот на клеммы головки, собственно. И сейчас мы дадим полограмму. Вот мы слышим через 10 микрофарад сигнал. Но такой задачи у нас нет. Мы хотим послушать, как она работает с фильтрами. Кроссовер. Сейчас он стоит 5000 с третьего порядка. Делаем чуть уровень побольше. Я вам буду показывать, какие частоты на кроссовере я буду выставлять. Это 5000 Гц. Вот 3000 Гц. Полоса расширилась вниз, соответственно. Вот второй порядок. Полоса частот имеет более пологий срез, вы видите. Поставим 2500 Гц. Поставим 2000 Гц. Поставим 2000 Гц. Поставим 2000 Гц. Напомню, что у нас еще конденсатор 10 микрофарад. напоминает новое последовательное на мочных полковод Soin. boat. Поставим 6000 Гц. 3-й порядок. На 2000. Поставим 3000 Гц. Поставим 4000 Гц. 4500 Гц. Поставим 4000 Гц. Сейчас вы слышите классический фильтр, 2,5 кГц, третий порядок, 18 десугол на октаву. Звучание исключительно чистое и классное. Кстати, без разницы, какой конденсатор я сейчас здесь сделаю по входу, потому что третьего порядка фильтр всё это перекрывает. Высокие, абсолютно прозрачные и не утомляют при этом. Чем интересен ленточник его звучания? Тем, что это безгенерционный излучатель и качество высоких частот очень высоко. Поэтому способствует не только абсолютно ровная чеха, но и фазовая характеристика у них тоже очень линейная. Этот динамик используется в самых разных акустических системах, разными людьми. И можно его рекомендовать как динамик высоких частот общего назначения, который не испортит, а лишь улучшит любую акустическую систему. Впрочем, спросим мнение профессионала об этом. Мы сегодня в гостях опять у известного звукорежиссера Анатолия Сороки из Guta Records. Мы хотим продолжить разговор о ленточных твиттерах. На сей раз предметом обсуждения будет ленточник Fountech Neo CD 3.5H, который прошлый свой визит я заметил на мониторах на базе динамиков Tanoi. Скажите, пожалуйста, Анатолий, а Tanoi-то чем не угодили? Зачем им понадобилась подпорка сверху, какой в этом смысл? При всем уважении к фирме Tanoi, они сами уже начали докомплектовывать свои разные колонки, студийные, high-end пищалками, которые якобы до пятидесяти тысяч. Но все равно это купольные, купольные мне не нравятся по сравнению с ленточными. У ленточных нет фазового сдвига, у них фазовая характеристика по мере изменения частоты не меняется, а любой купольник имеет заворот фазовый, по-моему, до 36 градусов, и когда их два рядом поставить, то становится слышно. Опять же, любой ленточник, это катушка, это диффузор, это вес, это масса, это инерция, ни в какое сравнение не идет с ленточной. Вы его как подключили? Или там был какой-то кроссовер? Ну, поскольку Tanoi в данном случае это эксклюзивное изделие фирмы Tanoi, это коаксиальный динамик, где все уже сделано, то мне нет необходимости менять высокочастотный, поскольку он там по-своему сшит с средичастотным звеном. Поэтому я параллельно добавил самую высокую частоту. А в зоне совместного излучения там нет каких-то неприятных звуковых артефактов? Я попытался их компенсировать, насколько это возможно, с учетом размещения, то есть физические фазовые сдвиги пытался компенсировать. Но в принципе там, где заканчивает излучать Tanoi динамик, там уже работает ленточный, поэтому они друг другу не мешают. А скажите, не сказалось ли это на нейтральности звучания, которое столь необходимо в студиях звукозаписи, насколько я понимаю? Атака на высоких частотах, она настолько специфическая штука, сложно сказать, как это отражается на звуке. Но на ваших записях это не страдает ли нейтральность ваших записей, не становятся ли они заточенными под определенный характер акустики какой-то? Так поскольку динамики высокочастотные, они же ничего не добавляют несуществующего в звуке, я просто слышу тарелку как тарелку, а не чш. Ну получается, что пользователям вашего материала, который вы тут мастерите и сводите, в общем-то без разницы, есть у вас Супер Твиттер или нет у вас Супер Твиттера. Если я плохо слышу, то я и плохо делаю. А если я хорошо слышу, то у меня есть возможность сделать звук натуральным и не испортить его, не вытягивать высокие частоты за счет того, что купольник недорабатывает. То есть больше информативности просто позволяет вам комфортнее находиться в середине звукового материала? Я получил более естественное звучание, приближенное к реальному. Вы считаете, эти Твиттеры Фаунтек CD 3,5, самые дешевые фунтики, а достаточными, может стоило там какие-нибудь CD 2 или... А, наверное, они подошли по чувствительности вам просто. Да, вопрос чувствительности и вопрос запаса мощности. Это такие серьезные критерии. В принципе, я прослушал почти всю линейку Фаунтек. Да, есть незначительные отличия, но принципиально любой ленточник, он просто на порядок лучше обычного шелкового диффузора, к которым все уже привыкли. Понятно, Анатолий. Очень здорово. Включите, пожалуйста, что-нибудь, чтобы мы могли насладиться. Пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Ясно, вдруг отличный, кристальный, прозрачный... Ой, горячу. Спасибо большое, Анатолий. Пожелайте нам успехов. В следующих роликах мы непременно упомянем. И еще ваш удивительный экспириенс. Желаю всем слушать. Натуральное звучание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok